Здравствуйте! Новое утро, как обычно, начинается с зарядки. Что до Буни и Пуши они уже успели порезвиться, но только на более крупных деревьях, и нервно залегли отдыхать. А вот эта парочка малолеток осваивает свою любимую сливу. То заберутся, то брякнутся вниз, а Вишка, ай, уже успела их попасти и отдыхает. Ну вот, телепортирующие коты. Да-да-да. Всех прогнать, своих оставить. Ну, Лудь, никакой реакции. Так, каре, пришло разбираться. Да, с такой охраной все спокойно, можно игр продолжать. Ну а мне к трудам дневным поступать. Много на сегодня запланировано, и, как обычно, надо постараться уложиться в свой график. Ну вот, здрасте. Вышла с Радик Мазелькой поздороваться. А за мной по пятам увязалась плутя. И успела залезть на гравник. Ну, молодец. А вот как теперь оттуда снимать-то? Что, мяу? Стремянку или лестницу тащить? Ну-ну-ну-ну-ну. Не рискуй, я сейчас подойду. Ой, чудо. Все, домой, на боковую. Спать пора. Уснул бычок. Все утро уже прыгаешь, бегаешь. Рыжулька уже на полочке завалилась. А нет, пришла. По тебе, видать, соскучилась. Так, все. Утаскиваю вас в комнату. Хватит вылизываний, покусываний и хулиганств. Немножко отдохнуть, а потом можно продолжать. К тому же и ручка поднимется, и кнопка прибежит. И вновь начнется безудержное веселье. Ну, а мне пора в мастерскую. Вчера закончила большую ракойну. Покрыла льняным маслом. Ну, а сейчас надо все это убирать. Потому что ты начал же ходить. Сложновато. И отправляться за новой заготовкой. Пора. Пора приступать к чему-то иному. Пока котята отдыхают и не носятся за мной, мельчиша под ногами, полазила по закровам и обнаружила следующее. Вот такая вот полугнилая коряга. Что меня прельстило? Так это вот подобные наросты под корой. Хм, здесь наверняка будет отверстие. Да что ж на физиономию жабки похоже. Ладно, разберемся. Что там внутри? Может быть получится какая-нибудь очередная дикая ваза. Совершенно бесформенная, от того более загадочная. А может все в руках развалится. Подобное бывает. Ну все, потащим в мастерскую. И снова будем мусорить. Вот частенько, когда приступаю к новой работе, вспоминаю старый мультик. Рисованный. Вот все у меня рисованные мультики. Моего детства нравятся. Про богатырей. По всяким разным сказкам. Ой, теремок тот же самый. Что моя избушка, в которую все помещаются. Но потом частично разъезжаются. А еще мне очень нравился мультик про незнайку его друзей. Помните тот самый, где винтик-шпунтик-пылесос? Который буквально у всех малышей убрал одежду, всосав себя. И лишь незнайка, на которого все и подумали, что это его происки, остался при своих вещах. Поскольку у них и спать завалился. Когда его спросили, почему он так делает, он мудро ответил. А какой смысл раздеваться, если утром опять одеваться? Вот и тут то же самое. Какой смысл убираться, если сейчас все опять будет заполнено фрагментами коры, древесины, а потом и пыль древесная полетит. Но для меня это своеобразный стимул. Избавиться сначала от того, что было, а потом уже приступать к новому. Да, полчасика здесь было чисто. Но сейчас, уверяю вас, все вернется на круги своя. Ну вот такая вот система. Чего ты кявкаешь? Народ по втолавку собирается. Ник с кубиком пришла. А я оторваться не могу. Ну вот, привычное состояние мастерской. Маловато пока еще. Но я вот-вот возьму за топор, и тогда уже все будет как обычно. Нет, упоительный процесс. Ну вот, проступаю до рисунки. Гора еще не до конца щищена. А вот теперь посидеть и подумать, какую форму придавать. Ну, попытаюсь, как всегда, абстракцию в таких случаях с дикой древесиной. Ну, уж не знаю, не знаю. Главное рисунок дерева подчеркнуть. Сходили в втолавку, и я сразу же вернулась в мастерскую. А Роська поволок мороженое в холодильник. Я мороженое уже съел. А, даже так? Да. Торопыга. А я сразу же вернулась к своей деревяшке, которая уже начала придавать вот такую вот форму. Торслав Геннадьевич, узелочек, который вчера наплел и распутывает на своем магнитике, точнее, на нашем, пришлось ему рассказать про Александра Македонского и про гордьев узел. Так вот, ты понял, что разрубить гордьев узел означает решить проблему сразу же, глобально. Взял и разрубил. Нечего возиться. Но только в твоем случае это не пройдет. Придется на мою веревку покупать. Так что сиди и расплетай, паук ты мой. Время плести паутину, время ее расплетать. Равно как и мне. Настало время сменить обстановку. И решила сегодня провести эксперимент. Никто утверждала, что неподалеку от трассы, куда мы забрелись с собаками. До половины дороги дошли. Куда лучше грузится дзен. И вот я и решила прогуляться. Совместить приятное с полезным. Да, действительно, эффектно. Куда круче, чем на веранде Савиного дола. 20 минут с того момента, как я вышла из калитки и направлялась в сторону вышки, расположенной неподалеку от трассы. Все уже загрузилось. И вот эти опять могу снимать. Да, приятное открытие. Но, вот хожу и думаю, насколько умилительны будут эти прогулки, когда наступит ненастья. Ой, дожди пойдут, бураны заметут. Придется каждое утро не собак, ну, собственно, и собак, и телефон выгуливать, для того, чтобы поскорее все сделать. Ладно, можно возвращаться домой. К тому же, меня ждет интересная работа. Да, сегодня прям какой-то день деревяшки. А с одной уже пора бы взглянуть на то, что у меня вчера маслицем была просохла. Води подсохла, все впитала после первой пропитки. И можно будет покрутить, повертить ее в руках. Впрочем, деревяшки могут немножко подождать. Не могла отказать себе в удовольствие остановиться на бугорке при спуске в нашу деревню и полюбоваться на окрестности. Замечательный вид отсюда открывается. Много неба, и здорово смотреть здесь на закат. Зеленые холмы вдалеке, купы деревьев и лес, который скоро начнет менять свой цвет. Ну, в маленьком болотце уже почернел орогоз, и можно скоро будет заготавливать его для циновок, которые мне предстоит поплести. Ай, с каждым месяцем меняется вид панорамы. Но все равно красиво. Вернулась в дом, а то тут явно время даром не теряли. Пуш, мордах твоя хитрая, кто мне опять тут все перевернул, подушками кидался, а? Хулиганились Бонечкой, балавались. Вот я смотрю, еще не успела отлежаться, отдышаться. А Бонечка уже прихорашивается, гулять собрался. Я, собственно, зашла для того, чтобы на свое давешнее изделие полюбоваться. Что впитало масло. Да. И на него можно взглянуть. Ну вот, осенние цвета. Что-то я все про осень, да про осень. Ай, заранее надо готовиться к тому, что предстоит. Интересные краски получились. Здесь переливчатые узоры на боковинках. Хм. И достаточно массивное вышло. Уж, ну-ка с тобой сравнить. Да, ты бы клубочком хорошо тут уместилась. Ну, нет. Не для кошки это предназначено. Скорее для фруктов и целой груды сладостей. Вот интересно, сколько яблок сюда влезет? Ну, наверное, килограмм 3-4 точно. И цвет хороший. Но все-таки ценю осину за эти яркие краски. Впрочем, они заиграют еще ярче. После того, как я еще пару раз все это обработаю маслицем, и тогда уже можно будет действительно говорить, что процесс завершен. Ну, как обычно, что-то заканчивается, а что-то начинается. Ух, что-то рьяное я взяла за эту деревяшку. Интересные получаются красочки. Ну, вот. Чем дальше, тем больше. Освободила от коры уже давно. Смотри. Мама попросила на кое-какие сказки посмотреть. Посмотрите сказки? Да. С Бонифацией. Угу. А где котята? Одна там. Они тут шныряли, шныряли, потом куда-то пропали. Смотри, что у меня получается. Вот тут будет оранжевая древесина. Тут наверняка и темные, и светлые покрапления. Так, ты имеешь в виду тот ящик, который тетя Вера, наша почтальона, дала. Ну, пойдем взглянем. Самой было любопытно. Знаешь, я у них в телеграме видела содержимое этой коробки. Так, рыжие загорают. Интересно, вот, а путь подевалась? Наверное, залегла спать. Так, как бы вас так аккуратненько перешагнуть и не задеть, не беспокоя. Интересно, что творится сейчас на веранде около бани. Ребята решили сегодня разгрузить все вот это вот помещение. Да, много всего. И коробки, и листы УСП, и останки колодца, который раньше тут был, этаким разрушенным гнилым домиком. Сейчас это почему мотор брошен. Все это надо убирать, увозить. Даже дрова обнаружились. Сейчас, подожди, я посмотрю, что мама с папой успели понаделать. Ай, старый диван. Я еще думала, он послужит, но нет. Слушай, а придется от дивана все-таки, вероятно, избавляться. Столько лет ему, бедняги. Ой, еще дрова. Вы богаты. Это остались. Вот это вообще не трогай. А я не собираюсь. Это от машины? Это недавно попросили. Ну, хоть что-то может пригодиться. Ну, ладно. Пойдем смотреть, что там за книги. А вот и плутят. Как она уютно устроилась. Так. Вот эти самые книги? Ну-ка, ну-ка. Братья Грим. В сказке. О, вот это тебе, пожалуй, интересно. Да вон еще такие. Впрочем, повезло тебе. Жалко. Наверняка это все было веревкой перевязано. А ведь у меня нет. Не такая книга у меня была. но похожая. Так. Сказки зарубежных писателей. Латышские народные сказки. Из-за этого я мало читала. Андерсон. Слушай, а где наша здоровенная книга с великолепными иллюстрациями? Такое ощущение, что это все было каким-то промокшим. Семьдесят пятый год, Кишинев. Замечательный город, кстати, я там была. Так. Барон Мюнхгаузен. Книжка-раскраска. Интересно, а какой год? Девяносто пятый. Ну, относительно ранее. Чудо чудное. Дивы дивные. Да, Русь. Ай-ай-ай. У меня все книжки падают. Мэри Поппинс. Слушай, а я не читала, только кино смотрела. Рассказы и стихи Маршака. Сказка. Сказки русского народа. Слушай, ну, большую часть таких книг я в руках не держала. Повезло тебе, мой дорогой. Сидят, млеют, балдеют. Так. Ну, и что мы будем читать? Давай выбирать. Вот к тебе придешь и не отвяжешься. Пересмотрели всех птиц. Вот эти вот наклейки. Это был календарь, видимо, за девятнадцатый год. Можно совершенно спокойно снимать и куда-то приклеивать. Знаешь, что это? Вот это. Яркие, красивые. Это Мерседес. А, подожди, ну-ка, обложку покажи еще раз. То есть, это история автомобиля Мерседес? Как он возникал? Пролистай сначала. Нет, с самого начала. Там же, по-моему, у тебя мелькали даже колесные вот такие вот аппаратики. Кареты. Вот это вообще я не знаю. А представляешь, как люди удивились, когда выяснилось, что можно лошадей не запрягать, а ехать. Автомобилем пожарный вариант. Ух ты! А ты посмотри, как в настоящей карете обивка такая показанная. Похоже на папину УАЗик. Издалека. Ну, видишь, ты и сокровище эти Вера подарила. Сейчас нигде таких не достанешь. Кто пришел? Кнопочка. И сразу бончик пинать. Так, ну ладно. Давай, рассматривай книжки дальше. А где? А что? А у меня прям какой-то творческий запой сегодня. А да ехать! Сижу в мастерской, долблю в стамеской, мне не терпится узнать, какой формы будет у меня новое блюдо. А что? А вот что... Как же... Бонни пошел внуку гонять. В мультиках тачки должен быть вот такой автомобиль. Такой он другой был, прям черный советский автомобиль. Зиву. Ну, какой советский? Это Мерседес. Ладно. Наслаждайтесь, общайтесь. Если что, ты знаешь, где меня найти. Ага. Вернулась в мастерскую, Роско остался книжки листать. Хм. Да, действительно любит он это занятие. А я вспоминаю про одну из своих книг, которая сейчас могла бы ему очень-очень пригодиться. Ну, раз уж он такой любитель военных раритетов, всяких древностей, неплохо бы ему ознакомиться и с оружием, которое история сохранила все разновидности. А такая книга у меня где-то есть. Что ж, сделать небольшую паузу и забраться в избушку. Много у меня там книг на полках. И наверняка для Роски найдется нечто интересное, что сможет скрасить его сегодняшний вечерок. Да уж, пришлось потрудиться, прежде чем я обнаружила искомое на полках. Хм. Тут и новые книги, которые мне подарили. И старые, вывезенные из Москвы. Ох, сколько же у нас их было. Ну, не только здесь, но и на чердаке сейчас книжки какие-то находятся, и в гостевом домике полки ими заполнены. Всякие разные, разнообразные. Но все же, я нашла то, что хотела. Ну вот, энциклопедия, оружие и вооружение всех времен и народов, начиная от Шарикена и заканчивая автоматом Калашникова. Хм. Что ж, думаю, я сейчас сделаю Росяну небольшой сюрприз. Любопытно посмотреть на его реакцию. Что-что. А вот такое он весьма уважает. Вероятно, я доставлю ему приятные моменты. Коська, иди ко мне сюда. Ты там все с книжками воешься? Нет, или флорсовский? Я тебе сейчас книжечку казакую покажу. Какую? Пойдем. Вот любопытно. Хе-хе. Понравится тебе или нет? Порыскала. Нашла. Нашла. Любопытна твоя реакция. Ха. Бабуль, это раньше в старые времена вот это было. Так это не в старые времена. Вот начиная от самых старых, смотри, вот это катаны, вот это кинжал, вот это... доспехи, арбалет. А вот это тоже сейчас. Ну вот, смотри, это полная энциклопедия. Долго она у меня на пол-то пылилась. Ну это, кстати, тоже Кирюшкина. Дедушки твои двоюродные. Аккуратней. Так что теперь ты будешь специалистом, а не дилетантом. Ладно. Я пошла в мастерскую, а это ты можешь взять себе. Ух. Я хочу даже... Так, в Москву не увозить. Наша личная библиотека деревенская. Ага. Ну это надолго. давай, упражняйся. Ух. Это обычно самураи носят. Да, ты прав. А не прям... Я! Ну тут и римский, и древние русские шлемы и прочее. все. Я оставляю тебя наедине с тихим другом. Все. Ух. Ладно. Забирай. Пользуйся. Ну что ж, в процессе отсутствия папы и мамы, проще славы, есть чем заняться. А у меня есть время для того, чтобы позаниматься своим новым изделием. Ну вот, что выходит. Интересные перелипчики, но еще большую часть древесины придется удалять. А уж завтра поработать болгарочкой. Зверюшки мои сомлели. Весь корзлый глаз на крыльце. Обойти у них так-то и просто. Так. Что-то там загрохотало. Видимо, Росенька успел книгу проштудировать. Что-то вновь затеял. Так. Пуша устроилась в траве вылизываться. Чего? Чего? Что там затеял? Что грохотало? А. Слушай, она только что лежала с полонста лет. Да. Мя. Выпусти ее. Проснул ужас. Крокодильцы наши. А Рыжунь на полочке спит. Угу. Посмотри, что у меня получается. А, вон она. Выскочила. Ну, хорошо, хоть на Виську не наступил. Круть. Круть. Круть, верть. Это, конечно, загогойстая сутка получается. Так, ну, по-моему, начинается процесс вечернего оживления. Котики отоспались, и сейчас опять начнется суета. Ну, точно. Кошачья банда пробудилась, и начинаются новые шалости. Так, так, так. Обнюхаться. Кошачья, чаще, чаще старается за ними наблюдать, когда малыши занимаются своими игрушками. И у меня такое ощущение, что вот-вот она к ним примкнет. Ну, что да, Вися. Знаменитая, заслуженная нянька, которая очень любит рыжих котят. Впрочем, и плутку тоже вылизывает регулярно. Ну, а сейчас коты решили заняться игрушками под столом древним. Предложить игрушку. Плутя, плутя. Пройдет еще немножко времени, и что же Пуша начнет вытворять? Ей ведь не хватает общества. Надо играть как можно больше. Так что это такое? А, мой пылесос? Несите в дом. Котейки не пугайте. Кстати, ты знаешь, Пуша терпеть не может звуков пылесоса. Бонифаций совершенно равнодушный. Ну, вот и его вспугнул. А так все было славно. Все было хорошо. Наверняка сейчас опять вернется. Ну, здрасте, пожалуйста. Засела за свою деревяшку. Решила продолжить. Ей пугу хорошо идет. По-моему, с такой скоростью я ни одной еще не делала. Ну, а тут нагрянули котята. Пуша одолели. Там Пуша где-то на улице гуляет, пас ожидает. Бонифаций шныряет. Вот не чтобы с кошачьими собратьями заняться, а. Нет. Надо обязательно устроиться около меня и на какой-то момент прервать процесс. Как замечательно идет. Прямо, я не знаю, новаторство какое-то. Ни разу мне так быстро не приходилось создать какие-то очертания блюда. И цвет замечательный. И не терпится продолжить, пока еще не совсем стемнело и не пришлось зажигать свет. Ну, куда от вас денешься, а? На одной коленке, на другой. А так хотелось бы продолжить. Ну, наконец-то. Котейки выбрались из мастерской. Пытаются общаться с Пушей. Ну-ну-ну-ну-ну. Сейчас вторая подойдет. Не волнуйся. Скучно тебе точно не будет. Роська отправилась к соседскому мальчику поиграть. А я любуюсь на деревья. Калышется от ветра. Солнышко скоро сядет. Но у меня благодаря Пушеньке есть еще какая-то возможность поработать с стамесками. Нет, не знаю. Как-то у меня вот это вот блюдо пошло просто здорово. С такой скоростью я ни разу еще не орудовала. Ну, посмотрим, что дальше предстоит. Ладно. Позвращаюсь в мастерскую. Ожидаю вечера. Души. Созерцание цветов. Их ароматов. А всем пока. Желаю здоровья и удачи. Увидимся вновь. И это будет совсем скоро. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин